Люди в опасности в беде могут находиться, на живые ранения происходят, на кусплевые. Я согласна, абсолютно. Вы же хотели, чтобы человек отравился? Теперь будем ждать. Мы искали, во-первых, из магазина. И вторая претензия за реализацию посылки некачественного товара в магазине. У меня следующая претензия. То есть молодой человек... Нет, сейчас мы, данный гражданин, сначала выслушу вашу позицию, потом дальше. Вот, я и говорю. То есть это моя тоже претензия. Молодой человек подошел к кассе. Ну, во-первых, они все пришли, вели себя в неадекватном магазине. Я это заметила. Я неоднократно подошла к одному, второму, третьему, что вам может помочь что-то. Какой-то там вопрос вам помочь решить или подсказать. На что мне отвечали нет. Ну, то есть, скажу я, ладно, хорошо, нет. То есть это моя работа, да. Я, ей право, ну, как бы, я обязана. Человек, чтобы не ждать. Вот. То есть я заметила, что молодой человек на кассу подошел. Я стою в две кассы, да. Его обслуживают. Он пробил конфеты. Ну, то есть, не он. Меня только поправляют все время. Кассер просканировал конфеты. Сказал о том, что эти конфеты в акции. Возьмите еще один, потому что они не совсем. Он сказал, нет, я сейчас сначала попробую, а потом пойду брать или не брать. То есть он открывает эти конфеты. Данный конфет? Да, этот человек, да, гражданин. Он открывает эти конфеты, в конфету кладет кровь. Вот. Ему пробивают следующий товар печень. Ну, печеночный паштет. Пробивает. Он его берет, открывает, нюхает и говорит, мне что-то плохо. Мне нужно подышать. Он кладет это все в корзинку. И с этой корзинкой выходит в торгового зала. И так им не оплатили данный товар. За этот товар заплатил? Ни черта данный товар, если он куплен. Кто меня вызывал? Это я, наверное, вызывала. Кого-то из вас я. Жалобно здесь сотрудникам, что сюда не выезжают наряды. Здесь какая срочность в этой ситуации? Что здесь с просроченным товаром торгуют? Сотрудник полиции. Я сотрудник полиции. Вы ко мне обращаетесь? Видеосъемка, да, шифроводка? Да, они снимаются уже два часа без магазина. Так, вы кто такой? Я, может, по-настоящему, на реальность? Да, и с товаром. Здорово, Алексей Андреевич. С кого помоешь? Такого числа, действительно. Смотрите, пожалуйста. На статье 50 закон о полиции имею право осуществлять общественник контроль за деятельностью полиции. Каждый гражданин. Вы знаете, что когда два человека общаются, они интеллигентно перебивают? Сошли здесь на нормативный акт по поводу закона об интеллигентности. Вы мне претенесли? Можно я по-настоящему бездноим, который вызвал полицию? Вы с ним плохо разговариваете. Вы ему сходите. Вы голос на него повышаете. Я сейчас жалобу подам на вашу. Подавайте, пожалуйста. Отличи. Представьтесь, что такое. Я только что представил. Утрёв Алексея Андреевич. Еще одну нахамку от меня уже. Плохо разговаривать. Не сказали подавать. А как я должен разговаривать? Я не официант, правильно? Не надо хранить. Утрёв Алексея Андреевич. Голос не надо повышать. Всё, договорились. Можно я подобщаюсь? Ну ладно, давайте пройдём. Я напишу. Слушайте, пожалуйста. Это его представитель. Отлично. Как он может отойти? Он несовершеннолетний? Я третий раз представляю. Во-первых, Алексей Андреевич. Молодой человек заявил его представителем. Он несовершеннолетний? По поводу... Вы не гражданин, вы не гражданин. Вы сотрудник полиции. Но если будет обидный комментарий в отношении не как сотрудника полиции. Как гражданский лица. Брышный лица полный. Маски не так одеты. И всё. Праните Снимайте форму вашу. Снимите с вашу форму и будьте гражданским лицом. Я прочитаю какой-то обидный комментарий на вашем вопросе. Вы сейчас на службе или так? Так точно, если меня кто-то обзовет, а мы с пузыней брани, еще что-то, я подам гражданский лиц. Видеосъемки, я вам еще и лично. Товарищ старший лейтенант, вас никто не обозвал. Я хочу общаться с кем-то один на один. Вас еще никто не обозвал. Я вам объясняю, что в районе происходит преступление. Здесь что произошло? Никто вам не должен еще сообщать. Вы вызвали полицию? Ожидайте, согласно порядке очередности. Если, соответственно, вы не можете дождаться, жалуетесь, что это какая-то срочность. Я вам объясняю, что срочность я здесь не вижу. Прибытие. До этого есть огнестрельные ранения, ножевые и так далее. Происходит в районе... Не надо срочности. Полиция... Где написано, в каком нормативноматке про срочность? То есть, человека насилуют, человек должен ждать. Написано в порядке очередности. Есть. Ну-ка, скажите, это где было? В законе о полиции. Значит, наша очередь пришла. Повод к вызову. Какой полиции сейчас? Я не с вами что-то говорю. Там срочность. Повод к вызову. Просрочный товар здесь? Конечно. Просрочный товар здесь? Роспотребнадзор. Значит, Роспотребнадзор. Да? А какая социальность? 14.4 КОПРФ, 14.43 КОПРФ. Кого привлечь? Юридическое лицо. Кто пишет? О-о-о-о. Вы пишете? Мороградзор не намекает на 145. Я еще буду наявителя. Как? Точнее. Потому что нужно было принять срочное заявление. Я бы хотел осмотреть и написать про срочное товар. Пожалуйста, пишите после принятия заявления. Где? 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 Тут алкогольная проблема? Давайте мы в порядке. Как вы говорите? Эти керезности? Начали, давайте. А, давайте я об этом алкогольный запросу. Да. Ему интересно. Там больше денег нет. Вы говорите. Да, да. А ведь вы боретесь непосредственно с продажным товаром, чтобы люди не прились, а не запиливаться на YouTube-контент для просмотров. Исключительно. Исключительно. Я могу вам пожать вот руку, как гражданское уже лицо. спасибо вам побольше таких ребят давайте я тоже я помню почему бы дежурный было не позвонить человеку искать это как у вы сейчас на выезде приедет через только то почему бы такое не сделать совсем правильно мы же работу делаем человек же тоже ждет мы уже собирались действительно нет потому что я когда вот даю заявку я даю свою филу а также я даю свой контактный номер конечно связаться вот вы связали нет я просто еду и что-то понимаете не могу рулить и извиняюсь вы понимаете я еду я не могу звонить и рулить одновременно и писать я как бы если я был 6 трубам живы я бы так и делал давайте замена там долго делать давайте снимку там нет нижнего моста первое у меня больше наше положение сократили количество отделов правильно на количество сотрудников вас не прибавилось несколько давайте я первый день и прибавляет в магазин приобрели готова до какого человека диктуете я не знаю позиция Продолжение следует... 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 Продолжение следует...